Программа льготного автокредитования недоступна большинству населения из-за слишком высоких цен на само авто, так считает экономист Арман Байганов. По словам спикера, несмотря на то, что процентная ставка по госпрограмме низкая, сама покупка может лететь по застанцам в копеечку. Цены-то на машину подскочили. С начала года стоимость новых автомобилей выросла в среднем на 10-20%. Дилеры объясняют скачок мировой тенденции, ситуации с санкциями против России, например. Поэтому, по мнению эксперта, программу запустили преждевременно. Она лишь подогреет и без того напряженный рынок автомобилей, и цены взлетят еще выше. Сейчас самый недорогой автомобиль марки Chevrolet к устанайской сборке стоит 5 миллионов 590 тысяч тенге. Ежемесячный платеж по программе льготного автокредитования, в таком случае на 7 лет, будет составлять почти 76,5 тысяч тенге. Это не считая ежегодной страховки, техосмотра, но и, собственно, обслуживания авто. Средняя зарплата в Казахстане около 280 тысяч, но основная масса средней медианы меньше, ближе к 12 тысяч. Те, которые потянут на такие новые, у кого зарплата, как минимум, в пределах 300 тысяч, как минимум. 300-400 тысяч, у кого зарплата, они могут. И то на сумму, которую на 5-6 миллионов, на 7-8 миллионов. И все-таки перефразирую классику. Если программу запускают, значит, это кому-нибудь нужно. Другой вопрос, кому? Кому выгодна сегодня такая программа? Попытаемся разобраться. С нами на связи руководитель независимого автобильного союза Эдуард Эдоков. Эдуард, здравствуйте. Добрый вечер. По вашему мнению, программа льготного автокредитования в Казахстане сегодня – это поддержка людей или это поддержка автопрома все-таки? Ну, судите сами. В год в Казахстане продается новых и поддержанных автомобилей порядка 500-600 тысяч. И выделение этих 100 миллиардов для примерно 10, максимум 15 тысяч счастливцев вряд ли очень сильно отразится на нашем авторынке. И в первую очередь эти 100 миллиардов, они уйдут, конечно, тому самому так называемому автопрому, ради которого эти миллиарды в первый раз собирались через РОП. И сейчас в ту же черную дыру автопрома снова уйдут. Да, 10-15 тысяч счастливчиков, наверное, будут рады, но влияние какого-то на серьезного влияния на наш автопром, на состояние автопарка Казахстана практически не окажет. Более того, это подогреет цены. К слову, о предыдущей программе, да, вот вы как думаете, насколько, в принципе, практично, а главное, справедливо запускать новую программу, если еще претенденты предыдущей до сих пор пешком ходят. Ну, или там на старых автомобилях ездят. Мы сегодня общались, очень много людей. Вы знаете, вот запуск этой новой программы, на мой взгляд, это такая вынужденная мера, скорее даже, знаете, такая подачка, несмотря на то, что вот этот РОП, так называемый, порядка 600-700 миллиардов вытащил, и было прямое указание президента разобраться. Ну, вот решили таким образом хотя бы что-то дать страждущим, возмущающимся людям, и вот такую подачку в виде 100 миллиардов и дали. То есть здесь ни о какой справедливости речи нет. Здесь из наших карманах вытащили эти миллиарды, и снова в так называемый автопром их влили. Ну, и какое-то количество людей, конечно, получат от этого профит небольшой, плюс банки немножко заработают. Но в целом, повторюсь, это не рабочая штука. Ну, и вы подтверждаете, и ряд экспертов говорит о том, что предложение, в принципе, не поспевает за спросом, это можно сути по автосалонам, и о том, что вот 100 миллиардов, 15 тысяч авто подсчитано, как вы сказали. Может быть, тогда есть смысл, ну, для народа, действительно, расширить, например, линейку автомобилей самих, не только казахстанские продавать? Вы знаете, здесь... Здесь, к сожалению, это не поможет на общем фоне дефицита автомобилей. Сколько бы вы ни расширили, то есть денег-то все равно 100 миллиардов, и даже если вы расширите линейку, больше 100 миллиардов деньги-то не получится. Вот, а если расширить на другие машины, они же будут еще, это мы берем 15 тысяч, если самые недорогие автомобили брать, а если расширяем, это будет 10 миллионов, 15 миллионов. То есть это вряд ли поможет серьезно увеличить количество купивших автомобилей, так что это тоже не поможет. Ну, хорошо, мы видим итоги, пока, во всяком случае, эту идею самому не слишком-то оправдывают. А что нужно сделать? Какая программа сейчас может удовлетворить и спрос автопрома, ну, хотя бы, а главное, спрос потенциальных автовладельцев? Вы знаете, на мой взгляд, как потребитель, для того, чтобы насытить наш рынок автомобилями как новыми, так и, может быть, не очень новыми, двух-трех-пятилетними, нам необходимо перестать уже 15 лет воду в решете носить и бесконечными субсидиями, льготами заливать так называемый автопром. Это не работает и, к сожалению, экономически и не заработает. Чтобы автопром работал, он должен 100-200 тысяч автомобилей ежегодно одного бренда производить и продавать. К сожалению, у нас такой возможности нет. Поэтому, на мой взгляд, упростить и снизить эти дикие сборы, утиляционный сбор, первичную регистрацию и дать людям возможность самим за разумные деньги покупать и привозить автомобили, а не пытаться мертвую лошадь в очередной раз поднять. Вот так, я думаю. А если все-таки вернуться к программе, вы международный опыт изучали, Эдуард? Опыт какой страны можно считать наиболее оптимальным с точки зрения реализации подобных программ? Где-то есть такое? Вы знаете, если брать опыт в европейских странах, я несколько лет жил в Европе, то есть программы кредитования не сами по себе, то есть европейские деньги очень сами по себе недорогие, там 2-3%, и уровень жизни в Европе немножко повыше, уровень зарплат повыше, и поэтому люди могут себе позволить купить автомобили в кредит без всякого льготного кредитования, просто за разумные деньги. А вот подобная поддержка автопрома, я могу привести пример Австралии, в течение десятилетий государство вбухивало деньги точно так же в автопром, и в результате, потеряв 5 миллиардов долларов за десятилетие, были вынуждены закрыть эти убыточные заводы, Ford, GM, Toyota, то есть где Австралия, где мы, то есть даже там они не могли себе, государство не могло себе позволить столько лет бесконечно-бесконечно финансировать убыточные производства. У нас сейчас то же самое происходит, боюсь, это не взлетит. Дайте людям возможность за разумные деньги покупать как новые, так и поддержанные автомобили, и не нужно придумывать никаких автопромов казахстанских. К сожалению, экономически это не выгодно. Очень интересная аналогия, да. Да, сейчас ведь тоже немало дискуссий вызывает ситуация в Российской Федерации, в частности, повышенный интерес россиян к нашему авто. Это каким-то может еще дополнительным тормозом стать для реализации программы, вы как считаете? Вы знаете, сейчас рынок автомобилей, покупки автомобилей в России просел очень серьезно, то есть производство практически полностью остановилось, и продажи практически полностью остановились, то есть по сравнению с прошлым месяцем на 40-60% снизились продажи, увеличились цены на 20-30-40%. Сейчас рынок российский как бы замер, но наверняка спрос какой-то остался, и в отсутствии предложения на российском рынке, оно за исключением китайцев и небольшого количества корейских машин, практически все остановилось. Возможно, россияне обратят свои глаза и кошельки как раз-таки на Казахстан и на казахстанский авторынок, и это может стать дополнительным моментом, дополнительным фактором, который еще больше увеличит дефицит, так как россияне какой-то процент с нашего рынка вытащат, чего раньше не было. Эдуард, но я все-таки полагаю, что в понедельник определенная часть населения начнет штурмовать банки с целью узнать условия, как-то встать в очередь, забронировать, несмотря на все наши опасения. Ваш прогноз, вот эта новая программа, чем в итоге закончится? Хочется услышать, чтобы потом вернуться в эту студию и через несколько месяцев сравнить. Закончится тем, что эти несчастные 10-15 тысяч кредитов будут разлетяться, как горячие пирожки, разберут, счастливчики получат свои машины, не уверен, что сразу, может быть, через месяц, а может быть, через два, через три, потому что сейчас такая ситуация. Ну и все, то есть это кончится пшиком каким-то, мы даже не заметим. Как и говорил, давайте несколько месяцев пройдет, и мы тогда попробуем сопоставить ваш сегодняшний прогноз с реальным положением дела, а главное, посмотрим на то, как государство в этих условиях будет себя вести в рамках. Давайте посмотрим. Хорошо, Эдуард Идоков с нами на связи, был руководитель независимого автомобильного союза. Спасибо большое.